МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В батареи второй день холодный. Еле-еле тёплый. Конечно, недостаточно. Это вообще... Они всё время такие, с прошлого года. Страдает из-за отсутствия отопления на проспекте Шевченко 10-9. Многочисленные заявления, которые уже на протяжении двух лет пишут жильцы дома в ЖКС «Фонтанский», не помогают. Там одесситам заявляют – ремонт провели. Но не система отопления, а канализации. Причём, говорит одесситка, замену трубы оплатили сами жильцы дома. Они нам отвечают. Вы знаете, как говорится? А мы же вам это сами. Они нам пишут – а мы вам канализацию отремонтировали. Понимаете? Вот это за деньги жильцов. Не совсем по теме, но ответили. За деньги жильцов жильцы заплатили, за два дня они сделали. А до этого три года они ничего не могли делать. А вот и причина бед одесситов – ржавые и протекающие задвижки в элеваторном узле отопления. Дверь не это самое. Надёжное? Да, аккуратное. Я боюсь, лестница качается. Всё ЖКХ качается в этом городе. Так что, эта лестница не самая страшная. Ну вот видно, в каком состоянии находится этот узел. Конечно, понятно, почему коммунальщики его не ремонтируют, потому что его ремонтировать уже поздно, его нужно целиком менять. Целиком менять, конечно, это стоит денег. Поэтому ничего не происходит. Оставили в таком состоянии, и люди от этого страдают, а отопления в доме нет. Чтобы помочь в решении этой проблемы, правозащитник Алексей Асауленко решил отправиться вместе с жильцами дома к директору ЖКС «Фонтанский» Александру Сайчуку. Но прежде чем зайти к директору, правозащитник получил отчёт о проделанной работе этим коммунсервисом за ноябрь. В этом отчёте оказался и дом на проспекте Шевченко. Якобы ЖКС «Фонтанский» за свои средства провёл замену канализационной трубы, а не на деньги жильцов дома. А вот 10 дров, 9 минут канализации. Они как средний подъезд собрал деньги. Я прошу прощения. А вы приедете, пожалуйста, скажите. С лишним тысячи. Да? Да. За два дня они сделали за деньги жильцов. А в счёт СДПТ или просто? Нет, просто. За наличные деньги, да. Чтобы разобраться в этой ситуации, был вызван начальник местного участка Виктор Кисе. А пока его ждали, разбирались с проблемой отопления. С мая люди обращаются по поводу ремонта задвижек. Есть ответ, что что-то делали. Вот мы сейчас оттуда, отопления в доме нет. По поводу тепла, завтра задвижка будет заменена. Напишите заявление, и мы уберём оплату на эти дни, где есть проблема оплаты за тепло. Вскоре появился начальник участка Виктор Кисе. Тогда выяснилось, в ЖКС Фонтанский на работы по ремонту канализации необходимую трубу дали. Однако в участке решили одесситам её продать. При этом ещё взяли денег за работу. В сентябре у нас прошла труба канализационная. Вот есть ваш ответ, что вы отремонтировали, а люди говорят, что это они скинулись 4 тысячи и полностью оплатили ремонт. А вы даёте в своём отчёте, что вы сделали. Ну люди скинулись вот из-за этого. Люди собрали деньги за свой счёт и всё это сделали. Купили трубу и ещё 4 тысячи гривен отдали. Вопрос первый. Люди, говорят, покупали трубу канализационно на замену выпуска. Мы меня выменяли. Люди покупали трубу. Не, не, не. Ну как не покупали? Ну что, мы не давали деньги? Ну вот сейчас... Я знала, что он... Это кажись мы. Мы давали красную трубу. Мы же выписываем. Познекрасная. Жёлтая. Жёлтая. Ну, жёлтая. Ту канализационную трубу, которая людям положена бесплатно, жильцам этого дома ещё раз продали. Продали, сняли с них деньги за работы. Что это такое? Откуда, как может получаться такое, что ЖКС по два раза берёт за одно и то же. Но зато в отчёт о своей работе они включили этот адрес. Такое может происходить исключительно из-за отсутствия контроля со стороны директора ЖКС. Месяц без отопления. На генерала Петрова один. Одесситы мёрзнут в своих же квартирах. В этом доме нет отопления на первом и втором этажах. У Юлии маленький ребёнок. Несмотря на включённый электрообогреватель, спать ему приходится в зимней одежде. А внизу вообще холодный. А ночью они вообще ещё холоднее становятся. И то есть ночью у ребёнка лицо прям холодное, даже щёки вот холодные. То есть он спит, он в кроватке вот, он спит в тёплых вещах. Ему неудобно. Он должен ручками, ножками шевелить. А если, не да бог, выключить свет, и как обогреватель даже включить? Страдает без отопления и её соседка. Женщина-инвалид. Она не может ходить. Днём её спасает газовая плита. На ночь оставлять её включённой женщина боится. Приходится мёрзнуть. А, ну так они вообще, они практически холодные. Так они вот тут включили. Боюсь, у меня воспаление лёгких будет, потому что это ещё вот я только полчаса, как, ну, грела кушать. Вот, то ещё воздух ничего. А к вечеру у меня тут, я замерзаю, эти ноги у меня ледяные. И это при том, что официальный отопительный сезон в нашем городе начался ещё 17 октября. Именно тогда вице-мэр Одессы Анатолий Орловский заявил, через две недели отопление будет во всех домах. Для полного завершения цикла подключения всех объектов и жилых, и нежилых, это где-то порядка двух недель нужно для того, чтобы отопить все жилые дома и нежилые дома. Но ни в местном восьмом участке, ни в ЖКС, ни в Узовском заявлению своего руководителя не вняли. Явно не торопятся помогать одесситам. Нам сантехники говорят, что проблема в подаче тепла, то есть это в теплосеть. Мы идём туда в теплосеть, они нам говорят, идите в ЖЭК. И вот туда-сюда, туда-сюда. Мы в Киевскую администрацию ходили. Начальник ЖЭКа сказал, что он всё сделал, и отопление есть. Последняя надежда для этих людей – Центр защиты одесситов. Чтобы помочь им, правозащитник Алексей Сауленко отправился к директору ЖКС в Узовский Зура Бушонии. После разговора с правозащитником тот заверил, отопление на генерала Петрова дадут в самое ближайшее время. Обратилась женщина-инвалид, генерала Петрова один, нет отопления. Кватира 24? Да. И там меняли новую… Я не знаю, что меняли, но отопление. Нет, на чердаке меняли расширительный бачок, всё меняли, они там целые сутки работали. Ну вот мы сейчас оттуда, в двух квартирах мы были, в 22-24 нет отопления. Причём там маленький ребёнок, женщина, обращались в участок, в участок и сказали, готовьте деньги. Такие тарифы, какие деньги. Я развернусь. Мы почётку там купили, всё новое поставили. Сейчас я разверну, почему не нужно. И завтра он должен быть уже работать. Если там что-то надо поменять, тогда да, до конца недели всё равно. Центр защиты одесситов проследит, чтобы обещания о Зурабашоне не остались пустым звуком. И в доме на генерала Петрова наконец-то станет тепло. В последнее время среди звонков на горячую линию Центра защиты одесситов всё чаще попадаются жалобы на ЖКС «Фонтанский», который всячески игнорирует проблемы жителей Приморского района. Его директор Александр Сайчук не уделяет должного внимания обслуживанию жилого фонда, что в итоге приводит к ряду проблем. Вот некоторые из них. Солнечная 10. Целых 8 лет жильцы не могут добиться ремонта кровли. Дождевая вода затапливает не только квартиры, но и попадает в электрощитовые. Это вызывает угрозу короткого замыкания. Протекает до седьмого этажа, течёт в лифт, течёт лифтовый, течёт по счётчикам. Соседи собирались, у нас групповые заявки, но добиться ничего невозможно. Платим постоянно исправные за коммунальные услуги, за ЖКС. Совсем недавно ЖКС «Фонтанский» проводил ремонт кровли. Но так как директор Александр Сайчук не проконтролировал своих подчинённых, потраченные деньги оказались выброшенными на ветер. Отошёл рубероид. Тоже нужно обследовать, проклеить, может быть, где-то внахлёст сделать, чтобы примыкало максимально. Вот так вот гуляет рубероид, и ещё влага там внутри, а уже прошло больше суток после дождя. Чтобы заставить коммунальщиков доделать ремонт качественно, руководитель Центра защиты одесситов вместе с недовольными жильцами посетил ЖКС «Фонтанский». Но так как зачастую Александр Сайчук отсутствует в приёмное время на работе, пообщаться удалось только с его замом Владиславом Распоровским. Завтра до конца дня я перезвоню, могу вам перезвонить. И будет весна зетлая. И скажу, когда там что будет происходить. Как и стоило ожидать, далее ситуация развивалась в лучших традициях коммунальной системы. На следующий день жильцам сообщили, что ничего делать не будут, аргументировав своё бездействие общедомовым долгом. Спустя месяц квартиры продолжают затапливать, никаких работ таки не было выполнено. Проспект Гагарина, 15. Тут на протяжении многих лет регулярно забивается несколько метров канализационных труб, заменить которые ЖКС Фонтанский всё это время не спешит. Но видно, что прорвало канализационную трубу. Тут просто при каждом сливе с какого-то этажа тут просто что-то булькает и вытекает. Конечно, сейчас это нужно устранить. Прямо сейчас нельзя ждать 30 дней, как это положено. Как обычно говорят коммунальщики, выпадали заявление, нужно подождать. Это аварийная ситуация, которую нужно устранять прямо сейчас. Всё, на что способны работники Фонтанского, которым жильцы, кстати, своевременно платят СДПТ, так это лишь временно прочищать аварийные трубы, которые забиваются тут же после их ухода, оставляя жильцов и дальше дышать самым настоящим зловонием. Также в этом дворе можно увидеть, как ЖКС Фонтанский беспокоится о жизнях одесситов. До сих пор с момента октябрьского шторма прямо на доме лежат два обвалившихся дерева, которые в любой момент могут съехать и упасть кому-то на голову. Директор Александр Сайчук знает об этом, но никаких действий так и не предпринимает. На приеме у Александра Сайчука, который состоялся без малого месяц назад, директор пообещал отреагировать на все жалобы. Мы заявку примем, посмотрим, если будет возможность мы ее прочистим, маршрунная работа, если нет, значит, будем тогда планировать замену выпуска. И второй вопрос, еще два дерева, я так понял, что после урагана лежат, одно практически на балконе лежит. Не упало, еще держится на корнях, но лежит на балконе. Повредило уже. Тоже заявку запишем, будем планировать, будем брать вышку и смотреть, где надо. Однако до сих пор руководитель ЖКСа так ничего и не сделал. Его обещания оказались пустым звуком. Транспортная 7Б. Больше трех лет из-за текущей кровли квартиру Ростислава Карагулова полностью затапливает. По вине бездействующего директора ЖКСа Фонтанский Александра Сайчука, пороги которого одесситы оббивают вот уже полгода, жилой фонд разрушается буквально на глазах. Во всех комнатах на стенах вырос вредный для здоровья грибок, а из-за прямого попадания воды в электродозы в любой момент может случиться короткое замыкание. Кровельное покрытие над квартирой Ростислава не требует капитального ремонта. При желании ЖКС мог бы провести качественный латочный ремонт и устранить затекание. На приеме Александр Сайчук снова запел знакомую песню, ссылаясь на отсутствие денег. Возникает вопрос, на что, как не на ремонт и тогда уходят деньги жильцов, исправно оплачивающих СДПТ. Я вас понимаю, мы можем писать, услышите, нужны деньги, денег, к сожалению, не хватает ЖКС. То, что вы платите, не хватает, к сожалению. Я предлагаю по взаимозачету. Взаимозачет вы не тянете. Так же самое, то есть... Ну, по крайней мере, то смысл вообще платить. Так как ЖКС Фонтанский догнал бьющий все рекорды по бездействию в Приморском районе ЖКС Портофранковский, как и обещал руководитель Центра защиты Одесситов Алексей Асауленко, вместе с жильцами направился уже в Приморскую районную администрацию, где пообщался с исполняющим обязанности заместителя председателя Сергеем Буймовичем. Сегодня мы решили с тремя адресами к вам обратиться, с которыми мы обращались в ЖКС Фонтанский, к Сайчуку, но ничего не происходит. Причем все эти три адреса это абсолютно разные проблемы. Это крыши, это подвалы, это аварийные деревья. Ни по одному адресу ничего не сделано. Чем вызвано бездействие, чем занимается Александр Сайчук, лично мне непонятно. Ну, такое отношение просто недопустимо. Мы выйдем на каждый адрес, начиная с завтрашнего дня, сначала на ваш по кровле, потом на ваш по канализации. Определим объемы сроки выполнения работ. Вы будете проинформированы. Это будет в вашем присутствии. Центр защиты Одесситов уверен, что руководство Приморской райадминистрации сможет повлиять на бездействующего директора Фонтанского Александра Сайчука. А жильцы пострадавших от него домов уже очень скоро забудут о своих проблемах. Несколько недель назад я был на комиссии депутатской по ЖКХ, на которой Анатолий Орловский заявил, что коммунальные службы работают на пределе. Так вот, действия Александра Сайчука говорят об обратном. Он не то, что не работает на пределе, он вообще не работает. Тем самым подставляя свое непосредственное руководство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова